Добрый день, уважаемые коллеги! Президиум ученого совета в очередной раз доверил мне большую честь открыть сегодняшнее заседание. Поэтому с вашего разрешения прошу считать заседание ученого совета Казанского федерального университета, посвященного Дню российской науки, в расширенном составе открытым. Сегодня в повестке дня по существу один вопрос. Традиционный отчет ректора федерального университета о деятельном университете за прошедший 15-й год и приуроченная, как всегда, к этому дню традиционная церемония награждения сотрудников федерального университета, достигших высоких результатов в различных сферах университетской деятельности. Поэтому, как принято говорить для чистоты, прошу избранных членов совета, то есть членов нашего большого ученого совета, проголосовать за повестку дня. Кто за то, чтобы ограничиться вот этими вопросами? Прошу поднять руки. Спасибо. Кто против? Против нет. Воздержавшихся? Нет. Повестка дня принимается. Сегодня в зале в составе расширенного совета, если вы посмотрите вокруг, присутствуют без малого тысячи человек. Это руководители структурных подразделений университета, профессора, заведующие кафедрами, преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты нашей альмаматора. Особо хочется отметить, что впервые в собраниях такого рода принимают члены недавно созданного в нашем университете нового общественного института Совета Старейшин. Первое заседание его состоялось в пятницу, 5 февраля. В состав Старейшин вошли самые опытные, авторитетные, мудрые люди нашего университета. Университетское сообщество ждет от Совета Старейшин нового импульса в работе университета. Ведь порукой тому их большой многогранный опыт, их мудрость, их взгляд на университет с высоты прожитых лет. Возглавил Совет, очень приятно это объявить, неутомимый, неугомонный профессор Аганов Альберт Вартанович. Позвольте от Вашего имени приветствовать всех членов Совета Старейшин на нашем собрании. Ну а сейчас я приглашаю к трибуне нашего ректора, уважаемого Илья Шатравкадыча Гафурова, для доклада об итогах деятельности Казанского федерального университета за истекшие 15-й и планах на 16-й год. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы знаете, что независимо от того, что мы с Вами работаем в формате автономного учреждения, тем не менее, информация, или как только что было названо Михаилом Дмитриевичем отчет ректора, перед аудиторией, расширенной аудиторией ученого совета, он проходит ежегодно. Ранее мы его проводили в преддверии Нового года, но вот так всегда получается, что отчетные данные более-менее адекватные, мы получаем только по истечению первого, а иногда и первого квартала года уже текущего. Поэтому было сделано предложение, все эти отчеты делать либо в преддверии Дня науки, либо подсветить Дню науки. И поэтому, прежде всего, я хочу всех Вас поздравить с прошедшим вчера Днем науки, о наших вернувшихся после каникул студентов, с началом второго семестра, который для некоторых станет, может быть, завершающим периодом их студенческой жизни накануне защиты дипломов. Сегодня я бы хотел проинформировать состав ученого совета, расширенный его состав, относительно итогов прошедшего 2015 года, тем более, что сейчас мы можем, как я уже сказал, подвести более-менее полные данные. Начну с макрометрических параметров оценки деятельности нашего ВУЗа, потому как именно они, с моей точки зрения, являются интегральными показателями нашего развития и нашей с Вами результативности. Университет сегодня – это достаточно большая корпорация с более чем 9 тысячами сотрудников, почти 44 тысячи у нас имеются студентов и тысячи с лишним аспирантов. Бюджет наш в ушедшем году составил почти 12 миллиардов рублей. Скажу, что такого объема финансовых средств в оперативном управлении университета, у Казанского нашего университета, не было никогда. Хотя в начале прошлого года мы начинали с суммы 2 миллиарда 700 миллионов рублей, что было выделено нам или определено в качестве государственного задания. По состоянию на 1 января 2016 года средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава всего университета, а именно этот показатель сегодня мониторится при контроле за выполнением известных майских указов президента, составил 53 тысячи 762 рубля с ростом относительно 2014 года на 4,6%. В головном подразделении данная цифра равна 56 тысяч 858 рубля. А средняя зарплата по всему персоналу университета составила 39 тысяч 642 рубля, то есть включая и весь вспомогательный персонал с ростом примерно применительно к 2014 году на 9%. Впрочем, более подробную информацию по зарплате в разрезе категории вы сможете увидеть на слайде. В результате принятых нами мер средняя заработная плата НВР Казанского федерального университета по всем видам финансового обеспечения к средней зарплате по экономике Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 года составила 193%, хотя нам было предписано к этому сроку довести ее только до 133%. Общий объем денежных отчислений по налогам и страховым взносам составил в учедшем году 1,668,000,000,000 рублей. Это простая, но очень убедительная констатация того, что Казанский университет в полной мере является бюджетообразующей организацией Республики Татарстан, а не только получателем крупных денежных сумм, как это пытаются представить наши так называемые доброжелатели. При необходимости детально с планом финансово-хозяйственной деятельности университета можно ознакомиться на нашем сайте. В целом отмечу, что 2015 год мы завершили неплохо, выполнив все практически взятые на себя обязательства. Хотя начинался тот год для нас, мягко говоря, не очень обнадеживающий. Это и очередная фаза экономического кризиса, в результате чего наш бюджет был секвестирован на 10%, а на старте, как я уже упомянул, было всего лишь 2,7 миллиардов рублей. Это и волны антироссийских санкций и политических демаршей, что отразилось на наших отношениях с рядом наших зарубежных партнеров. Наконец, и сами мы не совсем удачно выступили на защите нашей дорожной карты перед Международным советом, проходившим в городе Томске в марте 2015 года, после чего получили финансирование по программе повышения конкурентноспособности значительно меньше, чем ожидали. Самым обидным во всей этой ситуации было то, что мы не сумели надлежащим образом донести до экспортов Международного совета результаты своей деятельности. Мы попросту проиграли в умении правильно и доступно презентовать свой материал, убеждать в своей эффективности людей, принимающих решения. Это стало уроком для нас. И мы постарались извлечь из него верные выводы. Уже сегодня очередная волна защиты проектов проходит по обновленному регламенту с выездом экспертов на площадки самих университетов. Кстати, этого именно мы и добивались. И буквально через несколько дней группа экспертов приедет к нам и будет смотреть все, чем мы занимаемся, рассматривать и беседовать с членами нашего коллектива на степени их вовлеченности в реализацию данного проекта. Таким образом, мы еще теснее сконцентрировали свои усилия и ресурсы вокруг избранных нами стратегических приоритетов, стали более сфокусированными. Наши подходы к предмету научных исследований более тщательно определились первоочередные мероприятия и более рачительно, может быть, мы начали расходовать финансы. А самое главное, мы стали уделять самое пристальное внимание зарабатыванию денег и неплохо в этом преуспели. Почти на 20% увеличив в прошлом году свои небюджетные доходы. Уважаемые коллеги, сегодня степень успешности или, как сейчас модно говорить, продвинутости того или иного вуза принято оценивать по их положению в международных рейтингах. Можно по-разному к этому относиться, но таковы реалии сегодняшнего дня. В этой связи прорывом года можно считать попадание нашего университета, и это надо отметить впервые, в рейтинг Таймс High Education, в итоговом рейтинге КФУ занял позиции в диапазоне 301-350. Это четвертое место среди российских вузов после МГУ, Санкт-Петербургского и Томского политехов. До этого Казанский университет не входил даже в топ-400 лучших вузов и по расширенной неофициальной версии этого рейтинга занимал в 2014 году лишь 706-ю позицию. Объективными показателями попадания КФУ в итоговую рейтинговую таблицу, я говорю, почему объективные, поскольку эти показатели были измеримы, явилась высокая оценка по таким индикаторам, как цитируемость публикации, а это 85-е позиции в мировом рейтинге и привлечение средств от промышленности. Здесь мы на 317-м месте в мире. Не умоляю вклада каждого структурного подразделения в этот успех, особо хочу подчеркнуть правильность выбранного еще в 2010 году нашего стратегического курса, когда в рамках программы развития мы решили сконцентрировать наши финансовые, инфраструктурные, научные и кадровые ресурсы на приоритетных направлениях развития, которые представлены на этом слайде. Как вы помните, при выборе приоритетов мы исходили прежде всего из востребованности их, из ситуаций, в которой мы находились, и от тех ресурсов, прежде всего людских, которыми университет обладал для реализации этих приоритетов. В настоящее время они выступают локомотивами на пути попадания Казанского университета в мировую элиту высших учебных заведений. Судите сами, из более чем 890 публикаций проиндексированных на данный момент в базе данных ВПО в санкции, я подчеркиваю, на данный момент, поскольку с датировкой 2015 года, статьи, наверное, еще будут месяца полтора-два как минимум выходить, 680 приходится на представителей приоритетных направлений, то есть их вклад составляет 76%. Аналогичные ситуации и по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в 2015 году в рамках грантов, федеральных целевых программ и хоздоговорных работ с предприятиями реального сектора. Доля приоритетных направлений здесь еще более существенна и превышает 93%. Далее я еще остановлюсь на более детальном анализе итогов публикационной активности и объемов НИР и НИОКР. Продолжая тему рейтингов, следует отметить, что в 2015 году Казанский федеральный университет впервые вошел также и в рейтинг университетов стран БРИКС и стран с развивающимися экономиками по версии уже упомянутого рейтингового агентства и занял у нем 31-ю позицию. Среди российских вузов КФО занял здесь 5-ю позицию после МГО, Санкт-Петербургского, уже государственного университета, Томского политехнического университета и МИФИ. В этой связи примечателен и тот факт, что в 2014 году мы не входили даже в первую сотню этого рейтинга. Кроме того, в ряду несомненных рейтинговых успехов нельзя обойти стороной и первые заметные в мировом образовательном пространстве достижения социогуманитарных подразделений нашего университета. Так, в 2015 году университету впервые удалось попасть в рейтинг по отраслям науки. Ну а здесь вот уже имеется в виду КУЭС, заняв 335-ю позицию по направлению гуманитарной науки и искусства. По России же в данной номинации мы четвертый. В целом мы расширили свое присутствие и повысили свои позиции в общей сложности в 10 ведущих международных и российских рейтингах. Несомненно, в этом заслуга всего нашего коллектива и людей, которые непосредственно занимались этим делом. Это и дирекции по развитию программы повышения конкурентноспособности и проектный офис и руководители приоритетных направлений, да и весь коллектив, как я уже говорил, нашего университета. Важным результатом участия в программе повышения конкурентноспособности непосредственно влияющим на продвижение университета является рост числа публикаций наших сотрудников в международных базах цитирования Web of Science и Scopus. Во многом, благодаря наличию современной исследовательской базы, интенсификации собственной научной деятельности и привлечения ведущих ученых, мы с позиции сегодняшнего дня более чем 7 раз улучшили наши показатели по публикационной активности. Если в 2010 году в базах данных Web of Science и Scopus было чуть более 300 публикаций, то в 2015 мы по предварительным оценкам можем выйти на 2200-2300 публикаций. Но, должен сказать, вот только что поступили данные и всего по Российской Федерации в базе данных Scopus примерно 50200 публикаций. Если у нас будет 2300, то это примерно 4,6% общей публикационной активности по нашей стране. Это, должен сказать, неплохой показатель. При этом, по сравнению с предыдущим периодом, в 2015 году заметно вырос совокупный фактор журналов, включенных в базу данных Web of Science, в которых наши сотрудники опубликовали статьи. Средняя величина импакт-фактора в расчете на одну статью в 2015 году составила 2,16, в то время, как в 2014 данный показатель был равен 1,54. То есть, рост по данному показателю составляет примерно 140%. В то же время, надо сказать, что если сравнивать публикации в журналах, входящих в первый квартир, по показателю CJR, топ-25, то по сравнению с 2014 годом он тоже значительно вырос. Это видно на слайде. Средний слайд, вот здесь есть наши показатели. Говоря о публикационной активности, необходимо отметить и положительную роль нашей научной библиотеки, ее службы, специально созданные нами в рамках мероприятия программы повышения конкурентноспособности. Одним из направлений в деятельности данной службы было оказание содействия в размещении публикаций сотрудников университета в журналах, включенных в международные базы цитирования. Также на площадке научной библиотеки продолжалась работа группы наукометрических исследований, которая занималась обеспечением оперативной информации, касающейся тенденции развития мировой науки, оказанием консультационной и методической помощи сотрудникам подразделений нашего университета. представлением наукометрической информации, характеризующей состояние КФО, а также конкурентных, референтных, партнерских иммунвузов и других научных учреждений, как на территории Российской Федерации, так и за его пределами. В 2015 году была оформлена подписка на аналитический инструмент Skyval компании Эльзевир, организован семинар, тренинг по обучению работе с этим инструментом для сотрудников университета с последующей сертификацией. Ныне по статистике использования Skyval университет наш занимает первое место в Российской Федерации среди 15 организаций подписчиков. В целях повышения уровня публикационной активности профессорско-преподавательского состава основных структурных подразделений социогуманитарного направления КФО была разработана программа аналитика информационной компетенции и повышения публикационной активности преподавателей современного вуза в объеме 24 академических часов. Около сотни наших коллег, включая директоров институтов, их заместителей и заведующих кафедр прошли этот курс. Аналогичные мероприятия проводились с аспирантами и молодыми учеными. Несомненно, эту работу мы будем продолжать и в этом году. С удовлетворением отмечу, что наша библиотека стала не просто немудренной надстройкой книгохранилища, а настоящим научно-методическим информационным центром сегодня. Безусловно, продвижению университета немало способствует и организации и участие в различных академических форумах. Так, в прошедшем году на базе нашего университета было проведено 182 научные конференции, из них 109 международных, наиболее значимые из них отмечены на слайде. Мы, в свою очередь, приняли участие в многочисленных конференциях и 13 выставках в стране и за рубежом. В частности, на международной выставке ВУЗПРОМЭКСПО в 2015 году университет представил инновационные идеи в таких областях, как геология, медицина и история. В ноябре 2015 года КФУ стал единственным российским вузом, принявшим участие в работе образовательной выставки в Берлине, Германии. Несомненно, все это способствовало большую узнаваемость нашего университета в мире. Надеюсь, на это же будут работать и новый бренд университета, и расширяющий свою аудиторию университетское телевидение. Должен, кстати, сказать, что сегодня вот этот отчет ректора, он идет в прямом эфире, в кабельных сетях, и также в интернете, и любой может его посмотреть. И этому же, я надеюсь, будет способствовать и модернизированный сайт нашего университета. Напомню, что на прошедшей неделе в Татьянин день мы запустили, по сути, новый сайт университета. Внешне он выглядит очень современно, и уже сегодня удостоился положительных оценок, но я хочу сразу сказать о другом. Пока создана лишь привлекательная оболочка, яркая витрина, которая очень быстро утратит свой внешний лоск, если не будет регулярной, оперативной, содержательной работы по наполнению университетского портала. Так что у всех наших подразделений, ответственных за продвижение университета в информационном пространстве, есть большие резервы и серьезные стимулы к улучшению своей деятельности. Переходя от виртуального теперь мира, от темы публикации и конференции к более материальным субстанциям, к собственно научно-исследовательским разработкам, отмечу, что в 2015 году в Казанском федеральном университете НИР выполнялись по 700 темам на сумму порядка полутора миллиардов рублей, что почти на 150 миллионов рублей или на 11 процентов больше, чем в 2014 году. При этом по линии господдержки было оформлено 148 тем, нервную на сумму 861 миллион рублей. В данном перечне фигурирует и 90 проектов в рамках программы повышения конкурентно-способности. Но эти в разрезе наших стратегических приоритетов количество тем и направления также я думаю показано на слайде. Российские фонды РФФИ и РГНИ в 2015 году поддержали 194 наших проекта на общую сумму 96,6 миллионов рублей. Тем самым увеличив финансирование выдаваемых грантов примерно на 14 миллионов рублей, точнее 13,9 миллионов рублей в сравнении с 2014 годом. Из этих 194 проектов ассигнования на софинансирование из республиканского бюджета в рамках соглашения заключенных с Академии наук Республики Татарстан получили 36 проектов в объеме 13,5 миллионов рублей. Из бюджетов Министерства и ведомств Республики Татарстан профинансировано 19 научных проектов на сумму также 13,7 миллионов рублей. Годом ранее данная сумма составляла всего 9,7 миллиона. Само софинансирование на региональном уровне мы рассматриваем как факт востребованности научных исследований регионам, что очень важно для нас на сегодняшний день. В 2015 году продолжилось сотрудничество университета с Российским научным фондом. Всего фондом поддержано было 18 научных проектов, из которых 8 продолжались с 2014 года, а 10 прошли конкурс в отчетном году. Общий объем финансирования в 2015 году составил 121,6 миллионов рублей, что на 72 миллиона рублей больше, чем в 2014 году. Тогда эта сумма равнялась примерно 50 миллионам рублей. Университет активно развивает кооперации с компаниями реального сектора экономики. В 2015 году выполнялось 269 работ по хоздоговорам на сумму около 370 миллионов рублей, включая 3 научно-исследовательских проекта в рамках постановления правительства России за номером 218. Я думаю, все знают, что это такое. Я скажу только, что объем финансирования по этим грантам составлял 217 миллионов рублей. Отметим, что в сравнении с 2014 годом произошло увеличение как количество хоздоговорных работ со 178 до 269, так и объем финансирования по ним почти на 40 миллионов рублей. При этом самыми востребованными предметами хоздоговорных работ остаются такие направления как нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия и рациональное природопользование. Стартовали достаточно перспективные проекты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Сотрудники научных коллективов КФО регулярно участвуют в заявочных компаниях, причем каждая третья заявка находит финансовую поддержку. В 2015 году всего было подано 472 заявки на выполнение НЕОКР и задания по грантам, из которых по 189 заявкам итоги еще на сегодняшний момент не подведены, а 90 уже одобрены. Необходимо отметить, что сам факт участия в заявочной компании уже позитивен, так как он подвигает нас на активную работу и поиски решения проблем, что особо важно в сегодняшний день, когда на носу продолжающийся кризис и объем финансирования науки на этот год он существенно в целом по Российской Федерации меньше, чем был в 2014 и 2015 годах. Особо отмечу, что в рамках выполнения госзадания федеральные профессоры математики по всей Российской Федерации было поддержано 18 заявок, из них двое наших на сумму более 3 миллионов рублей. В числе лучших оказались профессор института математики и механики имени Лобачевского Искандер Каримурин и профессор института вычислительной математики и информационных технологий Игорь Конов. Пользуюсь случаем от души хочу их поздравить. Давайте нашим коллегам похлопаем, это будет правильно. Из числа инициативных проектов РФФИ поддержана 71 заявка из 168 поданных. Это примерно чуть больше 42%. В 2015 году в Российский научный фонд было подано 148 заявок, из которых одобрено 10 на сумму 72,5 миллионов рублей. Ну и это продолжающийся на 2016 год заявки в размере 82,5 миллионов рублей. То есть переходящая сумма на 2016 год, таким образом мы сделали для себя хороший задел. Поддержаны две заявки по федеральной целевой программе Фарма 2020 с объемом финансирования на 2016 год 28 миллионов рублей. В рамках постановления правительства России за номером 218 в конце прошлого года мы приняли участие в конкурсе шестой очереди и было подано 6 заявок, из которых одобрено два проекта на сумму 340 миллионов рублей. Финансирование начнется в 2016 году. Селяет оптимизм и наша талантливая смена. В прошлом году мы переформатировали существовавший совет молодых ученых в ассоциацию с новым смею надеяться амбициозным руководством эту структуру возглавил кандидат химических наук доцент Михаил Варфоломеев. Перечислю несколько заслуживающих внимания фактов связанных с нашей университетской молодежью. Это 50% публикаций КФО за 2015 год опубликовано с участием наших молодых ученых. Трое молодых ученых Резванов, Варфоломеев, Масалимова стали самыми публикуемыми авторами университета по итогам 2015 года. В целом 20% из топ-100 самых публикуемых авторов университета за 2015 год по данным Скопус являются молодые доктора и кандидаты наук. Также молодые ученые университета составляют 24% из топ-100 авторов КФО по количеству публикаций цитирования в соответствии с данными Скайвал. Из них среди лидеров университета по цитированию трое молодых ученых это Фахрулин, Новенькова и Зиаддинова. В 2015 году молодые ученые получили 21 грант самого престижного российского конкурса молодежных грантов РФФИ молодой доктор это миллион 700 тысяч рублей в год на три года. Трое молодых ученых удостоились гранта президента для молодых кандидатов и докторов наук это Варфоломиев Гельманов Мохамедшин. Трое молодых ученых удостоены престижных грантов российского научного фонда Исламов Каюмов Резванов. Эти гранты разыгрываются на три года. Сумма последняя 5 миллионов рублей. В 2015 году продолжилась разработка мер стимулирования так в целях исключения элементов субъективной оценки при распределении премиальных фондов сотрудникам за вклад в достижение целевых показателей основных стратегических программ. В 2015 году был впервые подготовлен персональный рейтинг НПР университета на основе данных, размещенных в личных кабинетах сотрудников на сайте. При построении рейтинга учитывались следующие показатели, которые представлены на слайде. я думаю многие знают о чем идет сейчас речь. Мы сохранили также надбавки нашим аспирантам до 35 лет и стипендии попечительского совета. Кроме того, рейтинг основных структурных подразделений университета по итогам выполнения показателей программы развития программы повышения конкурентоспособности в 2015 году впервые был составлен в разрезе блоков естественно научного и социогуманитарного блока. Победителями стали институт физики в своем блоге и институт управления экономики и финансов. На сайте тоже все это есть и кого есть интерес значит могут посмотреть. К числу мотивационных факторов следует отнести и введенную в 2015 году процедуру избрания директоров институтов на обязательной альтернативной конкурентной основе. Не могу сказать, что везде была настоящая борьба, но начало положено и я убежден, что именно таким путем наши подразделения возглавят самые достойные руководители. Такой же формат уже практикуется и при избрании заведующих кафедр, хотя не все восприняли эти инновации положительно, возникли и определенные скандальные ситуации, вы об этом помните и много об этом писалось в определенных средствах массовой информации. Я думаю, эту работу мы будем продолжать и обязательно конкуренция она даст хорошие свои результаты. В 2015 году мы произвели актуализацию программы развития университета на 2010-19 годы. Скорректированная программа была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации. Новый документ синхронизирован с программой повышения конкурентноспособности в части уточнения стратегических целей, миссий и приоритетных направлений, а также основных задач, мероприятий и целевых показателей. Я напомню, что программа развития университета в его федеральном формате принималась в 2010-м году, она также была утверждена правительством, а далее мы с вами в результате жесткой конкурентной борьбы получили право участвовать и в программе 5 топ 100. Поэтому эти две программы разнились и нам приходилось параллельно вести учет и по той и по другой программе. И вот благодаря работе в 2015-м или в отчетном году удалось внести определенные коррективы и эти две программы синхронизировать, поскольку они работали, должны работать, на эти и те же целевые показатели. Ушедший год был особенно богат на ведение строй совершенно новых и реконструируемых объектов. В июле был сдан в эксплуатацию новый лабораторный корпус Института геологии и нефтегазовых технологий с уникальной модельной скважиной для обеспечения образовательного процесса и научных исследований мирового уровня. К началу учебного года роскошный подарок получил химический институт имени Бутлеров как вы помните с участием президента республики Рустам Нургалевич Мениханов был он официально открыт. На семи этажах данного корпуса разместились лаборатории учебной аудитории и помещения для междисциплинарных исследовательских проектов. Здесь будет развернуто отделение как мы его назвали отделение промышленной химии которое будет работать как на нефтехимические комплекс так я думаю там есть и лаборатории которые будут работать в развитии программы федеральной целевой программы фарма 2020. Завершена полная реконструкция кампуса инженерного института где пройдет ближайший попечительский совет университета посвященный крайне актуальным для страны вопросам технического образования и подготовки инженерных кадров. В самом здании инженерного института помимо учебных аудиторий и административных помещений будут располагаться и площадки под опытные производства создание которых в структурах университета это по сути наша стратегическая задача если мы хотим работать по договорам и интегрироваться с промышленными предприятиями то без создания опытных производств опытных площадок нам в этом вопросе не сдвинуться кстати в прошлом году мы можно сказать под ключ подготовили инфраструктуру для опытного производства фармацевтической продукции по проекту фарма 2020 вот здесь на экране вы видите и внутреннюю часть и внешний как бы его облик не ограничиваясь столицей республики мы запустили в набережных челнах инжиниринговый центр оснащенный самым современным оборудованием включая новейшую робототехнику там же заканчивается капитальный ремонт и общежитий к слову сказать мы начали обустройство студентских баз отдыха буревестники лабуги и ящик мариел я что думаю будет очень важно с учетом тех событий которые происходят вокруг нашей страны и с дороговизной и дороги и отдыха за пределами нашей республики нами была произведена реконструкция второго высотного корпуса с утеплением его фасадов напомню что он был в свое время спроектирован под условия среднеазиатского климата поэтому эксплуатация его куда более с северных широтах накладывала на посетителей неизгладимые сезонные впечатления что ж я надеюсь что отныне новое поколение наших математиков философов социологов будут воспринимать рассказы своих старших товарищей о невыносимых условиях сдачи особенно зимней сессии да и летней поскольку зимой там было всегда холодно а летом невыносимо душно но исключительно сквозь призму университетских легенд по крайней мере в ближайшие несколько лет близится к завершению полной реконструкции здания бывшего КФИ ныне института управления экономикой и финансов университета интерьер оснащения и назначения многих помещений которые радикально обновились мы в этом сегменте конкурируем достаточно жестко с московскими с петербургскими специализированными университетами и поэтому было принято решение сделать колоссальные вливания в инфраструктуру для того чтобы эта инфраструктура начала давать отдачу показательно приемная компания когда мы в общем-то по данному подразделению не вышли на плановые цифры приема я имею ввиду когда приема прежде всего коммерческого приема там по бюджетному приему никогда не было проблем я думаю и не будет в декабре 2015 года начались ремонтные работы в актовом зале института психологии образования которые не проводились там уже наверное полвека я думаю буквально в первом квартале этого года все работы там будут завершены на базе института международных отношений истории и востоковедения был создан ресурсный центр по развитию исламского исламоведческого образования целью содействия реформированию системы подготовки специалистов в области изучения ислама надеюсь все со мной сегодня согласятся насколько эта тема актуальна для всей мировой науки и общественной жизни мы отремонтировали три общежития в центре Казани это на Пушкино в общей вместимостью почти на полторы тысячи мест точнее 1470 заселение которых произойдет буквально на днях здесь предусмотрены специальные помещения для работы центра студсовета общежитий точнее студсоветов общежитий по своим нынешним стандартам обновленное общежитие мало чем отличается от условий деревни универсиады поставлена задача в текущем году если все будет идти так как сегодня идет найти возможность и приступить к реконструкции тех старых общежитий нашего же Казанского государственного университета еще в апреле прошлого года мы разбили парк с вами в честь 70-ти Великой Победы во дворе главного здания университета вдоль улицы Просоюзной а в общей сложности в рамках акции общегородского озеленения посадили на территории Казани более 2000 деревьев хочу обратить на этом ваше внимание к сожалению эти факты мало сегодня интересуют наши средства массовой информации зато санитарная ликвидация нескольких аварийных опасных для жизни стволов вызвала такой резонанс и вы об этом помните видимо по воле некоторых заинтересованных лиц заранее подготовленную почву могут ронять семена даже сгнившие деревья я думаю мы и за территорией второго корпуса весной приведем все в порядок я немного отвлекся и хочу сказать что вот и в униксе тремя этажами вниз от того места где мы сейчас с вами находимся нами созданы две абсолютно новых площадки это центр студенческих общественных организаций и центр инновационного развития уникальные как по внешнему так и по собственному содержанию площадки так например проанализировав деятельность малых инновационных предприятий нашего университета а их сегодня 45 мы отметили недостаточный оборот и низкий объем реализованной инновационной продукции этих компаний основная причина на мой взгляд заключается в том что разработчик инновации это прежде всего ученый который чаще всего далек или не всегда является успешным предпринимателем поэтому да он и не должен честно говоря таковым быть поэтому в новом офисе работы по созданию и развитию мипов будет проводиться сводными проектными группами куда помимо автора инновационной разработки будут входить юристы экономисты профессионалы а также студенты выпускник курсов с базовым экономическим юридическим образованием которые как раз и будут проводить маркетинговые исследования осуществлять бизнес планирования оценивать риски и надеюсь обеспечить продвижение проекта совместно с площадками опытных производств здесь же планируется размещение представительства инвестиционно-венчурного фонда нашей республики сюда же будут сводиться все инновационные разработки университета охранные документы результатов интеллектуальной деятельности и информация об университетском оборудовании которое может быть востребовано предприятиями на территории как республики Татарстанда и в целом Российской Федерации таким образом здесь будет реализован принцип так называемого одного окна когда предприятие в одном офисе может получить представление обо всех инновациях и возможностях университета и заключать договоры о сотрудничестве сегодня же эта процедура достаточно сложная значит либо ректор либо проректора либо директора институтов ходит с представителями предприятий по университету и рассказывает о наших возможностях вот только что с Андреем Павловичем Киасовым мы были в одном из научно-исследовательских центров и когда мы рассказали о наших возможностях то люди просто в какой-то степени были шокированы а с другой стороны и мало поверили тогда мы им сказали приходите давайте следующий формат встреч сделаем на нашей площадке где мы можем уже более детально поговорить о наших возможностях уважаемые коллеги я перечислил далеко не все вновь введенные и реконструированные в 2015 году объекты университетской инфраструктуры скажу лишь что всего работы велись на 24 объектах общее вложение без учета химкорпуса перевалили за 1 миллиард рублей а на наших стройплощадках скажем с сентября по декабрь было задействовано ежедневно более 600 человек согласитесь это такая серьезная нагрузка не всякой строительной компании под силу я хотел бы поблагодарить всех кто был задействован в этой работе поскольку инфраструктура это основа наших достижений и научных исследований я также хочу поблагодарить и студентов поскольку параллельно проходили занятия за терпение и за понимание в 2015 году произошло еще одно знаковое событие в составе университета было создано многопрофильное клиническое подразделение университетской клиника или согласно уставным нормам медико-санитарная часть нашего университета в наглядных цифрах это более 2000 сотрудников и 1,2 миллиарда рублей объема финансирования в том числе 870 миллионов по линии ОМС деятельность клиники построена на развитии трех основных направлений это оказание медицинской помощи практическая подготовка медицинских кадров на базе института фундаментальной медицинной биологии а также научно-исследовательская деятельность на сегодняшний день необходимо разработать и утвердить на ученом совете дорожную карту развития университетской клиники тесное взаимодействие клиники с институтом фундаментальной медицины биологии и другими нашими подразделениями думается значительно повысить качество и контроль всех этапов подготовки будущих врачей студенты и ординаторы с первых дней своего обучения должны погрузиться в среду в которой в будущем им предстоит осуществлять свою деятельность привлечение студентов к волонтерской работе в качестве среднего и младшего медицинского персонала помимо совершенствования практических навыков ухода за пациентами думаю будет служить дополнительным критерием в оценке их рейтинга до их готовности работать клиники в течение прошедшего года проведена интенсивная работа по формированию структуры клиники были получены все необходимые лицензии для осуществления медицинской деятельности клиника интегрирована в общее пространство университета и сохраняет свое место в работе Министерства здравоохранения республики в вопросах охраны здоровья граждан нашего города и нашей республики в целом клиника была полностью подготовлена для приема пациентов 1 января 2016 года в связи с чем хочу выразить благодарность коллективу клинику за проделанную работу эта работа не простая такого опыта в масштабе Российской Федерации на сегодняшний день нет мы идем первые хотя многие наверное из вас слышали что и Московский университет имеет собственную клинику и Санкт-Петербургскому университету передается клиника но реально действующего формата вот в целом работы масштаб точнее формате одного юридического лица на сегодняшний день пока нет тем более клиника достаточно большая значит только стационарных мест насколько память не изменяет где-то 840 койко-мест в 15-м году завершилась модернизация клиника диагностического подразделения по адресу Волково благодаря проведенной работе мы получили мощное научно-лабораторное подразделение оснащенное современным диагностическим оборудованием возможности которого на сегодняшний день позволяет выполнять более 7000 исследований тестов в день по более 300 видам в настоящее время ждет своего новоселья здания клиники по адресу лейтенанта Шмидта в котором планируется открыть отделение ревматологии и терапии а также разместить там аудиторный кластер в целях более тесной интеграции учебы и практики должен сказать во всех кампусах клиники там где будет идти модернизация этих кампусов предполагается размещение и научных сегментов лаборатории и в то же время выделение отдельных аудиторий для занятия нашими студентами чтобы у нас и профессорский преподавательский состав не бегал с одной территории на другую значит буквально на днях также принято решение по линии Минздрава и наблюдательным советам нашего университета о передаче нам объектов бывшего военного госпиталя которые находятся на территории рядом с учебным кампусом института фундаментальной медицины таким образом вот эта часть центра Казани напротив парка Горького она будет полностью университетской клиникой с образовательной научной компонентой уважаемые коллеги я хочу подчеркнуть что клиника в составе Казанского университета это не только дань славным традициям Казанской медицинской школы университетская клиника должна стать практической базой для будущих специалистов медицины центром медицинской науки и практики в которой каждый пациент получит максимально возможную помощь которая станет достойным продолжателем дела ученых медиков основавших Казанскую медицинскую школу ведущей клиникой признанные в России и мы вернем по сути мы уже сегодня возвращаем лона нашего университета все те структуры которые были у нашего университета императорский период либо до 1930 года нам не нужна просто клиника это должна быть высокотехнологическая клиника я прошу об этом помнить всех тех кто сегодня занимается разработкой дорожной карты кризисы они приходят и уходят а все что мы сегодня делаем оно должно остаться как фундамент для будущих лет или для будущих наших поколений уважаемые коллеги все перечислены новые высшие факторы и подъем университета в рейтингах и выигранные гранты и заключенные хоздоговора и новые или обновленные объекты инфраструктуры модернизированный портал и собственно телевидение безусловно делает его узнаваемым и привлекательным для учащихся главного капитала любого образовательного учреждения в нашем случае для будущих бакалавров магистров и аспирантов то есть для всех тех кто хочет выбрать наш университет местом учебы либо местом работы что и продемонстрировало осень 2015 года в ходе прошлогодней приемной кампании в КФО были поданы заявления от 22 тысяч абитуриентов конечно заявления было несколько больше их было более 70 тысяч поскольку каждый абитуриент может подавать по несколько заявлений об этом вы хорошо знаете но мы считаем как бы по головам значит абитуриенты подавались из 85 субъектов Российской Федерации и 71 иностранного государства в результате на все формы обучения по программам высшего образования в Казанский университет было зачислено 11 637 человек из них 8 332 первокурсника поступили в головной вуз то есть вуз находящийся в Казани вы знаете у нас есть еще два филиала в набережных Челнах и Елабуге говоря о качестве приема отмечу что несмотря на неоднозначную картину по результатам ЕГЭ в 15-м году по республике и России в целом наш университет сохранил свои позиции по среднему баллу ЕГЭ который составил 76,4 балла и по данному показателю уверенно занял первое место с запасом прочности в 5 пунктов среди всех федеральных университетов среди 78 классических университетов страны наш университет переместился на 4 место после Санкт-Петербургского Московского и Новосибирского университетов я здесь должен сказать что на этот параметр большое влияние имеет и количественный фактор поскольку если брать маленькие университеты где контрольные цифры приема по бюджету маленькие то соответственно и там конкурс может быть больше и соответственно баллы ЕГЭ тоже как вы только что видели у нас огромный прием существенная положительная динамика сохраняется и по поступлению в магистратуру на 15-16 учебный год осуществлялся прием на 200 магистрских программ было зачислено 2627 человек что более чем вдвое перекрывает прошлогодние показатели также вдвое улучшились показатели приема магистров на контрактное обучение если в 2014 году было зачислено всего 522 человека то прошлой осенью уже 1062 что увеличило долю магистров в общем контингенте студентов первокурсников до 22,5% при плане дорожной карте 2015 года 11% касательно приема иностранных студентов скажу что всего было зачислено 1507 иностранных граждан в том числе 447 из дальнего зарубежья а доля зачисленных студентов среди первокурсников по всему университету включая филиалы составила 13% в головном вузе она выросла до 14,8% теперь несколько слов я так много говорю о процентах поскольку наверное у кого-то в памяти цифры дорожной карты и как в общем-то формируются рейтинги поэтому там очень важны все те компоненты которые я сейчас озвучиваю теперь несколько слов о проблемах поступления на контрактную форму обучения в 2015 году поступило на первый курс на контрактное обучение 6117 человек для сравнения в 2014 году значит было зачислено 6074 контрактник вроде на первый взгляд прогресс невелик но не стоит забывать что прием шел на фоне непрекращающийся финансового кризиса и в условиях возросшей стоимости обучения прежде всего по наиболее востребованным направлениям подготовки хотелось бы не утратить эти позиции и в наступающем году мы не можем оперировать сегодня только количественными параметрами наших обучающихся нам очень важно чтобы для привлечения хороших преподавателей ученых в том числе и со стороны для создания соответствующей инфраструктуры и стоимостные показатели так вот мы долго сомневались в прошлом году стоит нам поднимать стоимость обучения или нет мы его подняли тем не менее как вы видите все плановые показатели в целом по университету были выполнены хотя и были определенные дисбаланс по структурным подразделениям положительная динамика приема в университет на 15-16 учебный год во многом связана с успешным продвижением нашего университета в коммуникативной среде что проводилось в соответствии с показателями обозначенными в дорожной карте существенный вклад в привлечение абитуриентов обеспечивает социально-образовательную сеть университета будут студенты под девизом показателем эффективности которые стали ее посещаемость так в 15-м году число посещения превысило 12 миллионов в среднем по 1 миллиону в месяц понятно что эти цифры не ровно по году значит были представлены они к моменту зачисления увеличиваются тем не менее вот сумма достаточно приличная при подготовке к приемам 15-го года учитывалась маркетинговая стратегия по продвижению университета в мировом образовательном пространстве которая включала не только работу в социальных сетях в первую очередь сети университета самого но и постоянное взаимодействие с представителями Россотрудничества и с представительствами Республики Татарстан за пределами нашей страны при планировании приемной кампании 16-го года особое внимание следует обратить на качественные показатели приема такие как рост среднего балла а также на увеличение доли среди первокурсников победителей и призеров олимпиад школьников прежде всего всероссийских олимпиад и олимпиад включенных перечень Министерства образования и науки Российской Федерации я должен сказать нам прежде всего надо добиться чтобы большое количество наших выпускников наших собственных лицеев а их сегодня у нас два это лицея Лобачевского и IT-лицей значит ребята в качестве места обучения выбирали бы свой собственный университет то у нас получится что мы будем готовить абитуриентов для других вузов хотя этот вариант он нас тоже устраивает люди имеют сегодня право выбора и самое главное чтобы они традиции университета сохранили и помнили гнездышко откуда они вышли актуальным остается также расширение российской и зарубежной географии поступающих к нам магистратуру уважаемые коллеги в моем сегодняшнем выступлении очень много цифр как я уже говорил но иначе без количественных показателей весьма затруднительно подвести объективные итоги деятельности теперь несколько слов о текущем моменте в настоящее время перед нами стоит первоочередная задача подготовки нового варианта дорожной карты в качестве приоритетов нами определены следующие направления это медицина и фармацевтика нефть и нефтехимия космические исследования а также совершенно новое направление от обратите пожалуйста на нее внимание это образование подготовка учительских кадров понятно что в дорожной карте каждое направление имеет свое собственное название но тем не менее суть остается прежней каковы задачи образования быстро меняющимся мире сегодня каковы или какого специалиста ждут сегодня государства экономика и общество при ответах на эти вопросы мы зачастую пытаемся идти стандартным путем путем копирования американской либо европейской модели исследовательского университета при этом многие полагают что если наши университеты будут такими же то они войдут первую сотню и самое главное станут способствовать инновационному развитию страны что в свою очередь приведет к взрывному экономическому росту если бы это было так то наверное это бы уже случилось мы все время пытаемся копировать велосипед который уже кто-то сделал и причем этот подход у нас везде мы помним как все это происходило в других сегментах апологенты такого подхода забывают что у нас совершенно другая нормативно-правовая база другая основа и наконец другая ментальность мы с этим особо столкнулись когда доказывали свои проекты значит международном совете поэтому чтобы попытаться адекватно ответить на вызовы сегодняшнего дня мы в качестве одного из приоритетов развития университета выбрали вопросы образования причем это не только подготовка учительских кадров что несомненно тоже очень важно но и развитие если хотите модернизации собственно своего же и университет здесь мы вправе ожидать более активной деятельности со стороны нашего института психологии образования который в свое время и задумывался как научно-методический центр ответственный за всю образовательную компоненту университет институт должен работать в тесном взаимодействии с формируемой сегодня у нас комплексной аналитикой экспортной группой главной задачей которая будет выработка стратегической линии университета в вопросах образования и воспитательного процесса с учетом вызовов времени и глобальных трендов о том и подчас привыкли ждать рекомендации изне доверяя порой сторонним наблюдателям куда больше чем самим себе у нас эти вопросы задают и нам когда сейчас мы по структурным подразделениям заслушиваем дорожную карту нам иногда руководители наших структурных подразделений ведущие ученые задают один и тот же вопрос а скажите а куда нам идти не знаем мы куда нам нужно идти вот это должно быть выработано самим коллективом самим нашим университетским сообществом только в этом случае она затронет интересы всего нашего коллектива начиная от студентов заканчивая ректором и в этом случае только будет подключена энергетика коллектива которая обязательно даст позитивный результат поэтому мы так много внимания уделяем и дорожным картам по несколько раз их заслушиваем и все приоритеты которые вот были и которые я только что озвучивал они затрагивают достаточно большой массив нашего коллектива если говорить о вопросах подготовки учительских кадров то вы знаете практически каждое структурное подразделение имеет у себя отделение где готовят будущих учителей в тех или иных предметных областях я думаю что никто не знает вот наши внутренние кухни лучше чем мы и здесь нужно надеяться только на нас самих анализ исторического развития нашей системы образования наших академических традиций заставляет нас задуматься о выборе своего пути как я уже говорил в основе которого лежат сохранение преемственности и пока нерастерянности вкуса к занятию наукой в собственной стране мы прошли с вами по грани во время потрясений 90-х и вопреки всему выжили и это дает нам наверное сегодня право на собственный выбор я начал свое выступление с упоминания о неудаче в Томске в прошлом году и непростых условиях начала прошлого года вы знаете чисто внешне ситуация нисколько не улучшилась а в какой-то степени даже ухудшилась на дворе ныне те же самые проблемы сокращение бюджета ужесточение финансовой политики оптимизации штатов но мы с вами уже имеем немалый опыт их решения не опасаясь произнести банальность я подчеркну что достижение любого результата прежде всего зависит от правильно поставленной цели дальше твердых шагов на пути ее достижения чтобы масса не бросалась стороны в сторону когда мы идем по уже утвержденной программе и верой собственной силой несмотря на какие-то неблагоприятные факторы внешнего воздействия я думаю они проходят либо эти внешние факторы побеждает только тот человек который идет по твердо по выбранному пути спасибо большое спасибо за терпение с которой выслушали готов ответить на ваши вопросы спасибо уважаемому ректору за весьма впечатляющее выступление уважаемые коллеги доклад закончен есть ли вопросы докладчику из зала микрофон с места как угодно если вопросы есть я на них готов ответить если вопросов нет то будет прямой эфир у нас он должен был быть в конце прошлого года по техническим причинам да и в связи с гриппом он был отложен у нас других просто возможности коммуницировать с коллективом узнать потребности и узнать вопросы проблемы на сегодняшний день не представляется просто возможно поэтому мы любой формат используем и для доведения информации и для ответа на вопросы как я уже говорил у нас 9 тысяч человек сегодня и мы как бы все вместе с теми людьми которые отвечают за развитие тех или иных направлений идем в те коллективы которые либо только-только к нам присоединились либо где идут определенные преобразования либо внутри университета должен сказать или повториться уже только одно что большие трансформации которые происходили они уже закончились сегодня в университете могут идти вот такие ну скажем так тонкая настройка тех или иных наших структур выбор каких-то приоритетов которые уже выбраны и приоритетов внутри приоритетов поскольку всегда требуется достаточно большая концентрация ресурсов и на тех направлениях которые имеют определенный такой синергетический эффект чем мы в принципе и занимаемся есть записка у нас по регламенту я напомню принимается в качестве информации кто-то готовился даже напечатали ну вот здесь написано я зачитаю обращаются с просьбой осветить докладе или в ответах на вопросы судьбы студенческого спортивного оздоровительного лагеря кордон и базы отдыха сотрудников я уже сказал что в прошлом году или в конце прошлого года мы начали полную реконструкцию двух баз это на Свияге и на территории заповедника Нижняя Кама исходили мы из того что они наиболее подготовлены на сегодняшний день и мы должны добиться круглогодичного их использования либо эксплуатации как студентами так и сотрудниками значит Свияга тоже то есть Свияга говорю этот в Яльчике у нас тоже находится лагерь на территории заповедника поэтому там мы приобрели специально вагончики утепленные значит а на территории Буревестника договорились или как нашли возможность отреконструировать те корпуса которые были и имели ну такой скажу полукапитальные полукапитальные сооружения значит дальше стоит лагерь бывшей академии инженерно-экономической академии если говорить и отвечать напрямую по кордону на сегодняшний день есть там проблема с дорогой есть вопросы с берега укреплениями и собственно за счет ресурсов университета на сегодняшний день я не готов там что-то делать поскольку это огромное вливание если же нам удастся по одной статье хотя бы по берегу укрепления попасть в федеральную целевую программу то мы к вопросу кордона вернемся заново там очень много требований сегодня санитарных служб и так далее другой вопрос там у наших сотрудников очень много приватизированного жилья или приватизированных дач и эти вопросы всегда возникают именно вот в этом аспекте значит вы знаете что на территории в Царицыно поселок Царицыно так по-моему правильно где у нас начато строительство кооператива для наших сотрудников там порядка мы планировали 180 небольших коттеджей там требования государства не более 150 квадратных метров сейчас количество уменьшилось но зато увеличилась территория этих у нас по требованиям мы должны в течение четырех лет сдать этот кооперативный городок для сотрудников но он уже будет такого капитального характера на кордоне у нас очень много неразрешенных вопросов вот сегодня группа под руководством Марата Рашидовича занимается этими вопросами там точно так же как у лагеря по-моему экономист там тоже у нас много вопросов когда наши коллеги которые либо сегодня работают либо ранее работали в 90-е годы нулевые годы приватизировали эти здания сооружения что-то сделали надстройку и это не вписывается сегодня в действующий законодательный формат законодательное поле вы знаете в марте прошлого года был принят или были приняты изменения в закон там они ужесточаются и вот по имеющейся у меня данным то что застройки были сделаны на берегу в целом по республике где-то порядка 10 тысяч коттеджей сегодня идут под снос поэтому вот мы не можем в таких ситуациях до урегулирования ряда вопросов принимать решения по кордону хорошо есть ли еще вопросы к докладчику нет тогда предлагается принять отчет ректора федерального университета как к сведению по регламенту так мы не обязаны у нас регламент такой он не предполагает голосование это информация даже нет других предложений уважаемые члены совета тогда кто за эти предложения прошу голосовать члены совета спасибо прошу опустить руки против воздержавшихся нет тогда уважаемый иншет Ракадж прошу оставаться на сцене ими переходим более приятным приятной части нашего собрания к церемонии награждения вы отсюда будете итак первая номинация наши дипломанты удостоены дипломов за выдающие результаты фундаментальных исследованиях на сцену для вручения ректорам дипломов приглашаются заведующий кафедрой физической химии химического института имени Бутлера профессор Борис Николаевич Соломонов заведующий кафедрой органической химии того же института Игорь Сергеевич Антипин Музыка профессор кафедры аналитической химии того же института Герман Константинович Будник Проциферка кафедры высокомолекулярных элементов органических соединений химического института Рафаэль Азгад Черкасов Доцент кафедры аналитической химии химического института Бутлерова Гузель Камилевна Зиединова Соведующий кафедрой физики твердого тела института физики Генар Авгат Штагиров И профессор кафедры молекулярной радиоспектроскопии института физики Михаил Васильевич Еремин И завершает номинацию профессор кафедры физики института физики Борис Алман Шмамкен Благодарственное письмо председатель государственного совета республик Татарстан за существенный вклад в культурное развитие республики вручаются Анатолию Ильичу Рожжевину заместителю директора Елабужского института профессору кафедры русской и зарубежной литературы института Для вручения знаков отличия к почетному званию почетный работник высшего профобразования Российской Федерации за заслуги в области образования приглашаются заведующий кафтер эконом теории института управления экономики и финансов Резидан Мухтар Дакундахчан и доцент кафедры конституционного и административного права юридического факультета университета Римма Рашидовна Амирова Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетний добросовестный труд в системе высшего образования вручается доценту кафедры моделирования экологических систем Института экологии и продопользования Светлане Саясовне Мухарамовой Начальнику правового управления КФУ Гульнас Мансуровне Сибгатулиной Заместителю директора Центра перспективного развития Елене Владимировне Смольниковой и ведущему специалисту Департамента Внешних Связей Ларисе Фаридовне Хайрулиной Переходим к университетским наградам Диплом заслуженный профессор Казанского университета за выдающиеся личные заслуги в развитии научно-педагогической деятельности вручается Ренату Абзаловичу Абзалову профессору кафедры теории методики физкультуры и спорта Института фундаментальной медицины и биологии Абзаловичу Асия Васильевне Аминовой профессору кафедры теории относительности гравитации Института физики Абзаловичу Валентина Абзаловичу 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 Которые здесь были говорил одно Я хочу чтобы вы подольше шли по этому подиуму по этой сцене чтобы все кто сидит в зале вас еще раз увидели и запомнили в лицо Я всех вас поздравляю с этим праздником желаю удачи счастья семейного благополучия дай бог чтобы в жизни у нас было еще много много таких событий спасибо вам